добрый вечер всем кто к нам присоединился новые лица есть одну секундочку вижу есть новые лица и рад приветствовать их мы продолжаем чтение 3 маковейской книги я хотел бы сказать что 3 маковейская книга написана с позиции автора живущего в диаспоре многие вещи которые рассказываются в ней казалось до 7 октября совершенно немыслимой современной реальности когда существует государство израиль и как бы это воспринималось как история и как какое-то пророчество тяжкое то что мы обсуждали в прошлый раз на будущее касающиеся жизни евреев диаспоре но к сожалению мы имели возможность убедиться что какие-то вещи которые описаны в этой книге остаются актуальными даже в той реальности в которой мы живем сегодня в реальности когда существует государство израиль и хочется надеяться что нам все таки удастся преодолеть эту ситуацию не только тем способом который описывает автор 3 маковейской книги потому что способ этот ну как сказать мы видим прочтем о нем он полагаться на него слишком рискованно мы прошли первых три главы этой книги в последнее что мы читали это был указ птолемея филопатра о том что иудеев надо заковать и казнить такой указ который естественно напоминает указ в книге эстер как мы сказали он очень краток а здесь он исключительно детально описан и греческие добавки книги эстер которые видимо находились под влиянием тот кто их создавал находился под влиянием третьей маковейской книги он как бы внес греческий текст эстер подобные же подобные же детали этим мы закончили чтение книги в прошлый раз я сейчас открою экран открою текст и мы продолжим чтение третьей маковейской книги это четвертая глава глава которая тут же снова напомнит нам ситуации книги эстер где куда приходило это повеление этот указ у язычников учреждались народные пиршества с радостными кликами как будто закореневшая издавна вражда теперь обнаружилось дерзновенно а иудеев начиналась неутешная скорбь горький плач и рыдание ибо жгли сердце достигавшие со всех сторон стоны оплакивающих неожиданно неожиданно внезапно определенную им погибель опять же если я открываю книгу эстер эту мы немедленно увидим что и в книге эстер присутствует этот мотив который судя по всему повлиял на автора третьей маковейской книги только в книге эстер это описано всего-навсего в в одном буквально в нескольких стихах там все сосредоточено на на мордыха и а касательно указа говорится что во всяком во всякой области куда доходило царское повеление был большой траур иудеев и посты плач и надевали в ретища вот в то время как царь и аман сели пить и и веселиться мы видим что автор третьей маковейской книги нагнетает драматизм ситуации а создавая очень ясный контраст между поведением врагов израиля и и иудеями которые находятся в скорби и плачи какая область или город или какое обитаемое место или какие дороги не наполнились их плачем и воплями жестокой безо всякой жалости они были вместе высылаемы властями каждого города так что при виде этой необыкновенной кары некоторые из врагов смотря на общее страдание и помышляя о неведомой превратности жизни оплакивали злополучнейшее их изгнание мы уже видели что автор третьей маковейской книги несколько раз замечал отмечал то обстоятельство что среди грекоязычного населения птолемейского египта есть те кто симпатизирует иудеям и даже пытается им помочь здесь он как бы поднимает еще планку и говорит что даже враги осознавали что это какое-то непропорциональное страшнейшее наказание гнали толпу престарелых покрытых сединами сгорбленных от старческой слабости в ногах и по требованию насильственного изгнания бесстыдно принуждали их скорейшему шествию от раковицы только что сочетавшиеся супружеским союзом и вошедшие в брачный чертог вместо ликования начали плач посыпали пеплом благоухавшие от мастей волосы были введены непокрытыми вместо брачных песней поднимали общий вопль будучи мучими истязаниями иноплеменных в оковах они открыто влекомы были с насилием до ввержения в корабль опять же надо сказать что вот этот драматический стиль автора третьей маковейской книги который резко в этом смысле отличается от краткого стиля книги эстер привел некоторых исследователей к мысли о том что автор третьей маковейской книги живущий как бы и творящий в недрах эллинистической литературы находился под влиянием этой литературы мы находим в эллинистическом романе и в эллинистической историографии в целом ряде текстов подобного рода драматические описания кроме того кроме того я бы хотел указать еще на один такой момент который во многом разделяет еврейскую библейскую эстетику отделяет библейскую эстетику от эстетики греческой и впоследствии эллинистической об этом свое время написал такой известный писатель литература вен живший в германии звали эрих ауэрбах еврей по происхождению написавший книгу мемесис буквально с греческого обозначает подражание с подзаголовком который примерно звучит так о корнях западной европейской литературы вот и вступительная статья в эту книгу посвящена сравнению эпоса гомера в качестве примера он берет одну из глав одиссея и библейских текстов в качестве пример он берет рассказ о жертвоприношении цхак и он сопоставляет эти тексты именно с точки зрения эстетической эстетических различий он говорит о том что библейский текст полон лакун он многое не договаривает многое оставляет так сказать на додубывание читателя и благодаря этому в значительной степени появилось такое явление как медраж на который как бы восполняет лакуны пользуясь тем что библейский текст предоставляет такую возможность в отличие от этого текст греческий начиная уже с гомера и так продолжается и дальше он может восприниматься не просто как литературное искусство как искусство живописное как пластическое искусство с необычайным вниманием к мельчайшим деталям достаточно вспомнить что целая глава посвящена описанию щита ахиллеса целая глава такое абсолютно немыслимо в рамках библейской эстетики самое подробное на что мы можем рассчитывать скажем то что мы читаем в рассказе о битве между давидом и галиатом это несколько стихов описывающих вооружение галиата галиафа это максим так вот я веду к тому что и здесь мы видим такое различие книга эстер которая написана на иврите и несмотря на то что мы находим там немало как бы детали которые отражают персид какие-то обычаи персидского двора царского тем не менее она эта книга живет по законам библейской эстетики и многого не договаривая в то время как автор третьей маковейской книги которые как бы говорят имени иудеев и воспринимая греческую культуру как культуру экспансии тем не менее полностью от нее зависит и вот эта зависимость данном случае проявляется очень ярко вот этой готовности описывать до мельчайших подробностей при помощи таких часто стереотипных тропов ситуацию он здесь создает намерен такой драматизм как был пытаясь обозначить все детали того что с аудеями происходит этого страшного отправления на казнь я продолжаю читать а их супруги вместо венков перевязанные по шеям веревками в цветущем юношеском возрасте вместо пиршества и наслаждения молодости проводили остальные дни брата в плаче и мы под ногами у себя видели открытый ад или преисподнюю везены они были по подобию зверей под игом железных оков одни прикованы были за шеи к корабельным скамьям другие крепкими узами привязаны были за ноги кроме того накрыты плотным помостом они отлучены были от света так что со всех сторон окруженные тьмой во все время плавания содержались подобно злоумышленникам эти слова звучат опять же достаточно актуально стоит нам подумать о израильских заложниках которые сейчас находятся под землей в подземных туннелях и тоже также точно отлучены от от света и окружены тьмой корабли корабль везет их по видимо по каналам каналы которые отходят от нила и везет их в направлении ипподрома который находится недалеко от александрии в месте называемом схеде а которая появляется в следующем стихе приблизительно в 20 километрах к востоку от александрии а это такая такой как бы остров или полуостров соединен с берегом небольшим горным перешейком вот там были причалы и таможня на главном канале канале который вел в александрии есть папирусы которые из которых очевидно что там была община иудеев которая располагала своей синагогой так вот иудеи были привезены на место называемая схеде и плавание было окончено как назначено было царем тогда он приказал поставить их перед городом на ипподроме на конском листалище которая имела обширную окружность и весьма удобно было для примерного поругания ввиду всех шедших город и обратно отправлявшихся внутрь страны так чтобы они ни с войском не имели сообщения ни вообще не были удостоены никакого крова то есть их согнали для общего уничтожения опять же звучит это все знакомо всем нам все мы знаем о том что происходило все время во время катастрофы во время второй мировой войны ситуации чрезвычайно похожие и здесь вот мы переходим к образу царя который как бы по образ я имею ввиду поста как бы стоит заголовки с нашему сегодняшнему занятию образом царя мы будем заниматься сейчас довольно подробно когда это было исполнено царю слышал что одноплеменники их часто выходит тайна из города из александрии оплативать позорное бедствие братьям но весьма разгневался и приказал и с этими поступки точно так же как и с теми чтобы они никак не меньше получили наказание он велел переписать весь народ по именам но для но теперь уже не для тяжкого рабского служения как было предыдущей переписи которую затеял незадолго перед всем возвещен а для того чтобы измучив их и измучив их объявленными казнями в конец погубить в один день то есть опять же ситуация нагнетается и злодейский замысел царя обретает все более ясные и грозные черты и хотя эта перепись производилась с крайней поспешностью и ревностным старанием от восхода до захода солнца но совершенно окончить ее не могли в продолжении 40 дней а конечно 40 дней это число символическое которое обозначает целостность напомню вам что в течение 40 дней 40 дней книги берешит по одной из версий длится потоп мошер и шмот 40 дней проводит на синайской горе и 40 дней ходят разведчики посланные мошер о которых мы читали предыдущий шаббат по земле израиля и возвращаются эти 40 дней в результате превращаются 40 лет значит таким образом создается ощущение что если в течение 40 дней невозможно пересчитать всех евреев то есть очень очень много действительно будет сказано через несколько стихов и с другой стороны после этих 40 дней мы ожидаем какого-то поворота в сюжете что-то должно измениться 40 дней это некая целостность которая приводит завершению царь же чрезмерно чрезмерно и непрестанно предаваясь удовольствию перед всеми идолами учреждал пиршество и умом далеко клонившимся от истины и нечистыми устами словословил тех которые глухие не могут говорить или подать помощи а на величайшего бога произносил хулу неподобающий здесь мы сравним этого царя с ахашвироши а мы помним что и ахашвирош и гейстер прежде всего отличается тем что он постоянно устраивает пиршество с этого начинается книга пиршество продолжается в середине пока дело не доходит до того что замысел амана рушится и самого амана казнят и дальше уже если кто перует то это иудеи которые победили своих врагов но сам царь постоянно находится вот в этих пирах и именно во время пиров он принимает какие-то решения которые иногда противоречат друг другу скажем первое решение о том чтобы пришла к ним вошти она отказывается тогда царь отдает указ о том чтобы ее погубить потом опомнившись ищет какую-то замену так же точно пиры на которые приглашается царь аман царица эстер которые казалось бы с одной стороны обозначают большой большой почет для амана кончаются его гибелью сам же царь предстает в книге эстер ну каким-то фигурой чрезвычайно странной своего рода некоторым флюгером которого мотает туда-сюда в зависимости от дующего ветра в талмуде действительно есть обсуждения спорят два очень знаменитых мудреца о том каким был царь был ли он хитрым проницательным или наоборот глупцом для этого используются два еврейских термина пикер в этипеш каждый из мудрецов приводит аргументы в пользу своего в пользу своего мнения но сам по себе спор свидетельствует о том что образа хашмироша действительно какой-то не очевидный не ясный ощущение такое что то ли он марионетка в руках своих советников вместе с которыми он пирует а впоследствии марионетка в руках своей собственной жены царицы эстер либо он преследует какие-то замыслы которые он пытается реализовать как раз через своих через своих советников которых как бы подводит к тем идеям и к тем замыслам которые ему самому дороги вот об этом как бы идет спор между мудрецами по поводу ахашпироши нашей ситуации мы тоже сталкиваемся с царем который который как правило все свои решения принимает во время перов но автор нашей книги добавляет некоторый элемент который в случае ахашпироша в книге эстер отсутствует некоторые мидраши его добавляют а здесь он очевиден да царь Птолемей является не просто язычник он является надменным язычником который бросает вызов богу израиль он словословит идолов которые глухие не могут говорить или подать помощи здесь автор третьей маковейской книги используют как бы образы хорошо известные нам по литературе по библейской литературе второго храма он знает это и эти образы появляются и в пророческой литературе и в книге псалмов и они на самом деле вот это представление языческих богов как глухих и немых идолов которые не могут подать помощи оно встречается и вот не только в третьей маковейской книге мы их находим и в других текстах это как бы такие насмешки это такая своего рода насмешка над идолами а на величайшего бога он произносит хулу то есть он злодея и замысел его злодейский в отличие от истории с ахашвироши где не ясно являет в какой мере сам ахашвирош стоит за замыслом амана по крайней мере напрямую аман продвигает этот свой план ахашвирош только соглашается а потом также легко отходит от него под влиянием царицы эстер здесь же сам царь ведет как бы линию на уничтожение евреев царь представлен как злодей но и не только мы увидим что он представлен не только как злодей как бы в следующей главе это станет ясно после сказанного промежутка времени писцы донесли царю что они не в состоянии сделать перепись иудеев по причине бесчисленного их множества при том еще большее число их находится в областях одни остаются в домах другие рассеяны по разным местам так что сделать этого невозможно даже всем властям в египте с одной стороны опять же это как бы звучит в чем-то пророчески вот поскольку антисемиты в разные времена в разных местах постоянно говорили о каком-то огромном количестве евреях которые всюду находятся и поэтому так важно их обезвредить с другой стороны как бы сам по себе этот образ основан опять же на библейской на библейской тропике потому что в истории несколько раз подчеркивается что потомство которое родится у праотца потомство Авраама его невозможно будет исчислить Лоиса фермеров и вот здесь как бы автор третьей маковейской книги он это озвучивает евреев это обетование исполнилось их огромное количество когда же царь еще строже угрожал им предполагая что они подкуплены дарами и коварно не задвигали наказание тогда пришлось осязательно убедить его в этом они доказали что не достает у них ни хартии ни необходимых для этого письменных тростей то есть переписать евреев невозможно но на самом деле говорит нам автор третьей маковейской книги все это произошло по воле бога опять таки такое ясное отличие от книги от третьей маковейской книги книги истер ни разу прямо не говорится что что бы то ни было происходит по воле бога вообще не упомянут бог упомянут в книге истер только в греческом тексте где есть добавки и там действительно появляется бог в массоветском тексте книги истер бог не присутствует по крайней мере явно и это это еще сыграет свою роль в нашем разговоре дальнейшем вот по крайней мере сейчас мы можем подчеркнуть указать на то что автор третьей маковейской книги наоборот считает необходимым постоянно подчеркивать что это действие небесного промысла что это воздействие воздействие бога здесь используется такое такой термин который нам как раз известен и по-русски энергия да но что такое энергия это действие да небесное действие которое бог производит он указывает воздействие на ход истории мы читаем пятую главу начинаем читать пятую главу тогда царь исполненный сильного гнева и неизменной своей ненависти призвал гермона заведовавшего слонами и приказал на следующий день всех слонов числом пятьсот накормить ладаном возможно больших приемах и вдоволь напоить цельным вином и когда они рассверепеют от данного им в изобилии питья вывести их на иудеев обреченных встретить смерть то есть смерть которую приготовил Толемей Филопатор для евреев это смерть которую можно квалифицировать как ну сегодня мы ее квалифицировали как военные преступления потому что что такое слоны тогда слоны тогда это танки сегодня то что должно быть использовано против враждебной армии используется против мирного населения что касается числа слонов которые здесь указаны это надо сказать конечно судя по всему гипербола мы знаем что у Птолемеев от силы как бы бывало около ста слонов но единственное исключение это Птолемей Лагин первый прошу прощения не Птолемей а Селевк первый Никатор основал династию селевкидскую династию в Сирии которому пришли в подарок из одного из индийских царов большое количество слонов и там говорилось о 500 слонов плутарх об этом например сообщает страбон об этом сообщает вот но тут надо иметь в виду что пять сотен слонов это некая идея вот так же точно как есть символические числа в библейской традиции на древнем востоке так и в индии мы знаем о том что в индейском эпосе когда описывались войска то войско состояло из 500 слонов и 500 колесниц а то есть 500 это некоторое максимальное количество которое только может быть то есть знал ли об этом автор третьей маковейской книги или нет но во всяком случае он использует вот этот образ максимального количества слонов которых нужно одурманить и после этого вывести на иудеев теперь заметим что здесь тоже есть своего рода аман в каком-то смысле даже имена их отчасти перекликаются аман эрмон да только этот эрмон заведующий слонами да он находится он ничего сам не инициирует он лишь исполнитель царской воли он готов эту волю исполнить он такой своего рода как адольф эйхман он нисколько не сомневается что можно уничтожить всех иудеев мы увидим это дальше но при этом сам он фактически ничего не инициирует а только исполняет приказ царя который не изменил своей ненавистью и вот говорится тут дав такое приказание царь отправился на пиршество пригласив особенно тех из своих друзей и воинов которые враждовали против иудеев а эрмон начальствующий над слонами в точности исполнил его повеление назначенные при этом служители пошли вечером вязать руки несчастным и другие принимали против них предосторожности думая что через ночь весь народ подвергнется конечной гибели надо сказать что это создает некоторое противоречие с предыдущим описанием потому что было сказано что когда иудеи находились на корабле их везли к ипподрому то уже там им заковали руки хотя конечно можно всегда предположить что в какой-то момент руки были раскованы но я думаю автор третьей маковейской книги как бы этот вопрос не слишком волнует он опять же здесь старается нагнетать драматизм ситуации иудеи же казавшиеся язычниками лишенными всякой защиты ибо отовсюду стеснены они были тяжкими лузами призывали всемогущего господа властвующего над всякой властью своего милосердного бога и отца призывали все непристающим воплем со слезами умоляя отвратить от них нечестивый умысел и спасти их от приготовленной им смерти своим славным явлением то есть мы видим что автор третьей маковейской книги последовательно этим он отличается не только от первой но и от второй маковейской книги вообще не предполагает какого бы то ни было активного участия самого народа Израиля в своем спасении в первой маковейской книге активное участие является главным элементом спасения да маковей братья уповают на небо но они как бы куют победу своими руками во второй маковейской книге есть напомню вам некоторый паритет а с одной стороны есть военные действия есть попытка поразить врага но с другой стороны есть очевидное ощущение поддержки бога после того как праведники приняли мученическую смерть и поэтому как бы с этой смертью искупили грехи народа после чего бог всячески поддерживает народа израиля и частности посылает своих ангелов помогать иуде что касается третьей маковейской книги то ни о каком военном вмешательстве ни о каком так сказать своего рода восстании в варшавском гетто речь не идет вообще любая попытка такого рода притекается в корне мы видели что было описание в самом начале когда описывалась попытка Толемея войти в святая святых то были люди которые хотели взяться за оружие но главы народа их отговорили только молитва только молитва и ничто больше это то что проповедует автор третьей маковейской книги и действительно молитва обязательно получает ответ в рамках этой книги прилежное моление взошло на небо эрмон напоив неукротимых слонов после обид обильной дачи им вина и ладана утром явился во дворец донести осем царю и что же оказывается но бог послал царю крепкий сон этот добрый дар от века неспосылаемый им и внощи и во дни всем кому он хочет божьим устроением погруженный в приятный глубокий сон он забыл о своем беззаконном предприятии и совершенно обманулся в своем непременном решении теперь здесь я бы хотел чтобы мы обратили внимание на некоторое на создание антитезы по отношению книги эстер мы помним что является книги эстер тем поворотом пунктом после которого та опасность которая нависла над народом израиля начинает отходить в сторону это та самая ночь когда сон не шел царю царь не спит и ему приносят памятные книги он читает про то как мордыхай спас царя от заговорщиков и решает мордыхай каким-то образом наградить тут то и появляется аман который на свою беду предлагает способ каким наградить человека кого царь хочет наделить честью что мы видим в третьей маковейской книге ровно противоположный сюжетный ход царь наоборот засыпает бог посылает царю любопытно что в греческом переводе книги написано вместо сон уходил от царя что бог отвел сон от царя а здесь в третьей маковейской говорится что бог послал царю крепкий сон и вместо того чтобы что-то вспомнить он наоборот забывает это настолько настолько бросается в глаза что надо полагать это не может быть случайным совпадением автор третьей маковейской книги создает некий антисюжет да по отношению книги ст чему он ведет в результате мы увидим опять же в конце книги но уже из-за того что мы сейчас читаем понятно что он не просто отталкивается от книги ст но фактически с ней состязается создает альтернативу книги ст иудеи же избавившись от предназначенного часа восхваляли святого бога своего и снова моляли благопримирительным примирительного показать гордым язычникам силу всемогущей десницы своей надо сказать что вот эти переводы с такими пышными эпитетами в отношении бога это эпитеты действительно передающие дух оригинала тут есть много разных неологизмов при помощи которых автор третьей маковейской книги описывает описывает бога когда прошла уже половина десятого часа эта служители которому поручено были приглашения trifiter половина десятого часа это имеется ввиду половина десятого часа от восхода то есть это уже под вечер прошел практически Tот день когда нужно было когда царь хотел осуществить кассет видя что приглашенные уже собрались вошел к царю будить его с трудом разбудив его, он объявил, что время пиршества проходит и дал отчет в своем поручении. Поверив его и отправившись пить, царь приказал пришедшим на пир возвлечь прямо против себя, как в греческие обычаи, такой своего рода симпозиум. Когда это было исполнено, он поощрял собравшихся на пиршество проводить настоящую часть пиршества в полном веселье. Во время продолжительной беседы царь, призвав Эрмона строго и грозно спрашивал, по какой причине иудеи допущены пережить настоящий день. Теперь он снова вспоминает о том, что он собирался уничтожить иудеи. Эрмон же объявил, что еще ночью исполнил порученное ему и друзья царя подтвердили это, все было готово, ждали только царя, но царь не пришел. Тогда царь в жестокости лютой боли, нежели фаларис или фаларид, сказал, что они должны быть благодарны сегодняшнему сну. Что касается фалариса или фаларида, который еще раз будет здесь упомянут, то это фигура известная по римским историкам, например, по Полибию, но в еврейской литературе встречается только в этой книге. Значит, речь идет о сицилийском тиране, чье имя стало нарицательным для жестокого правления тирана. Описываются рассказы о том, как он жесточайшим образом казнил своих врагов, те, кого подозревал в чем-то. В общем, это, как бы, я говорю, такое своего рода нарицательное имя. Так вот, царь в жестокости лютый, более нежели фаларид или фаларис, сказал, что они должны быть благодарны сегодняшнему сну. А ты непременно на завтрашний день также приготовь слонов на истребление беззаконных иудеев. То есть мы уже второй виток, начинается второй виток. И мы уже предвидим, что и второй виток закончится тем же, что и первый. Когда царь сказал это, все присутствующие с удовольствием, радостью изъявили ему свое одобрение и разошлись каждый в свой дом. Время ночи употреблено было не столько на сон, сколько на изобретение всяких поруганий над мнимыми преступниками. И вот, рано утром, лишь только запел петух, Ермон вывел зверей и стал раздражать их на обширном дворе. В городе толпы народа собрались на плачевное зрелище с нетерпением, ожидая рассвета. Иудеи непрестанно, томясь духом, творили молитву со многими слезами и плачевными песнями. Это такой, как бы, молитвенный хор, который постоянно присутствует здесь. И, простирая руки к небу, умоляли величайшего бога опять послать им скорую помощь. Не распространились еще лучи солнца, и царь еще принимал своих друзей, как предстал пред Невермон, и приглашал на выход, донося, что все готово, чего желал царь. Но тот, выслушав это и изумившись предложению необычного выхода, совершенно обо всем забыл, опять забыл и спрашивал, что это за дело, которое он с такой поспешностью исполнил. Было же это действием все та же энергия, властвующая над всем бога, который навел на ум его забвение обо всем, что он сам прежде придумал. То есть царь предстает здесь, как, да, сегодня мы сказали, страдающий склерозом, но в глазах его приближенных. Его поведение совершенно невозможно объяснить, да, поведение совершенно логичное, близкое к какому-то безумию, да. Трудно представить себе Ахашвироша в книге Эстер, описываемого как безумный царь. А здесь, в каком-то смысле, да, это перекликается с фигурой другого ионистического монарха, с которым мы встречались в других маковейских книгах, антиоха Эпифана, которого не зря был прозван антиох Эпиман, антиох безумный. Да, именно вот вследствие своего совершенно, как бы, такого непоследовательного поведения. Эрмон и все друзья объясняли, говорят, царь, звери и войска, приготовленные по твоему настоятельному повелению, он же исполнился сильного гнева на такие речи, ибо промыслом Божиим разрушенным было все его умышление. Третий раз автор это замечает, что его замысел был разрушен Божьим промыслом. И сверкая глазами, сказал с угрозой, сказал с угрозой, если бы у тебя были родители или дети, то они послужили бы изобильной пищей для диких зверей вместо невинных иудеев, которых мне и предкам моим сохраняли неизменную и совершенную верность. Если бы непривязанность моя к тебе по воспитанию и не заслуги твои, то ты вместо них был бы лишен жизни. Эрмон здесь оказывается не только начальником над слонами, но и совоспитанником царя, то есть человеком наиболее к нему близким, подобно тому, как Аман близок к Хашвирошу, хотя он не совоспитанник, но он возвышенец царя. Здесь вот он такой совоспитанник, имеющий заслуги, но царь грозит ему смерти. Ты вместо них был бы лишен жизни. И это тоже своего рода некоторый намек на книгу Истер, где Аман был лишен жизни за свои козни, за свой злодейский замысел, направленный против иудеев. Здесь развитие сюжета будет иным. Это мы увидим. Так встретил Ермон неожиданную и страшную угрозу и изменился во взоре и лице. Истер, так же точно как и Аман, перепугался, когда ему стало ясно, что его ожидает гибель. А каждый из друзей вышел с неудовольствием, и всех собравшихся отпустили каждого на свое дело. Когда иудеи услышали о такой благосклонности царя, то восхвалили Бога и царя царей за помощь полученную от него. После таких решений царь опять учредил пиршество уже третий раз и приглашал предаться веселью. Призвав же Ермона, грозно сказал, сколько раз я должен приказывать тебе негодный об одном и том же, вооружи опять слонов на утро для погубления иудеев. Тогда возлежавшие вместе с ним родственники, удивляясь непостоянным его мыслям, сказали, долго ли царь, ты будешь искушать нас, как несмысленно. В третий раз повелевая истребить их, и опять, когда дойдет до дела, отменяешь и уничтожаешь свои повеления. От этого и город от ожидания находится в тревоге, наполняется толпами народа и часто подвергается опасности разграбления. Ты как бы собираешь большие толпы народа. Люди жаждут погрома. Ты их держишь. Кончится тем, что вся эта энергия обратится против нас самих. После этого царь, совершенно как Фаларис, вот тот самый Фаларис или Фаларид, исполнившись безрассудства и почитая за ничто, происходившие в нем душевные перемены в пользу иудеев, подтвердил нечестивившую клятву и определил немедленно послать их в ад, в преисподнюю, изувеченных ногами и ступнями зверей, затем предпринять поход на иудею, вскоре опустошить ее огнем и мечом, и недоступный нам, говорил он, храм их сжечь огнем и сделать его навсегда пустым для всех желающих приносить там жертвы. Заметьте, что в этом стихе автор незаметно с третьего лица перешел на первое. Сначала как бы все идет, все передается от имени автора, но дальше как будто бы появляется прямая речь. Храм недоступный нам, говорил он, следует сжечь огнем. Итак, снова царь Толемеев и Патер проявляет здесь не просто ненависть к иудеям, а ненависть к иудейскому святилищу и к богу иудеям. Это, надо сказать, как бы некоторый мотив, который в раввинистической литературе будет отнесен к Амалеку. Амалек представлен как враг одновременно народа Израиля, ненавидящий его лютой ненавистью, так и бога Израиля. На самом деле, как я уже и говорил, антисемитизм как некое реальное явление по-настоящему впервые появляется в эллинистическом Египте со стороны в основном изначально местного египетского населения, но отчасти переходит и на греческое население. И как бы мы знаем по дошедшим до нас текстам, что речь идет действительно в том числе и о такой антииудейской пропаганде, которая в частности поносит религию евреев и еврейского бога. В этом смысле мы можем здесь наметить некую линию развития. Как бы здесь в Третьей Маковейской книге это Птолемей и Филопатор, его принадлеженные в раввинистической литературе. Эту эстафету перенимает Амалек, который впоследствии становится, как мы и говорили, уже неким общим надэтническим образом врага евреев. Тогда друзья и родственники, весьма обрадованные, разошлись с довериями, расположили в городе в удобнейших местах войска для стражей. Не очень понятно, кого здесь надо охранять. Может быть, имеется в виду для охраны порядка в городе, поскольку они опасаются беспорядков. А начальствующий над слонами, переведя зверей, можно сказать, в бешеное состояние облагоуханным питьем вина, приправленного ладаном, вооружил их страшными орудиями. И рано утром, когда уже бесчисленные толпы стремились из города на конское аресталище, пришел он во дворец и напомнил царю о том, что он предлежал исполнить. На этот раз забывчивости уже нет. Мы подходим к некоторой точке экстремума. Царь несколько раз забывал о своем намерении. Теперь же он не ложится спать и идет на дело. И Бог здесь не вмешивается. Почему? Увидим дальше. Царь же, полный сильного гнева, с нечестивым замыслом, вышел целым походом со зверями, желая по жестокости сердца видеть собственными глазами плачевную и бедственную гибель упомянутых людей. Когда иудеи увидели пыль, поднимавшуюся от слонов, выходивших из ворот, исследовавшего с ними вооруженного войска и также от множества народа, и услышали сильно раздавшиеся крики, то подумали, что настала последняя минута их жизни и конец их несчастного ожидания. Подняв плач и вопль, они целовали друг друга, обнимались с родными, бросаясь на шеи отцы с львям, а в матери дочерям. Иные же держали при грудях новорожденных младенцев, сосавших последнее молоко. Сцены, опять же, знакомые нам о недавней истории. «Зная, однако же, прежде бывшие им заступления с неба, защиту с неба, они единодушно пали ниц, отняв от гудей младенцев, и громко взывали к властвующему всякой властью, умоляя его подмиловать их и вить помощь им, стоявшим уже при вратах ада». Это как бы последняя минута, и мы предвидим, что следующая глава, которую мы уже будем читать через неделю, будет посвящена теме спасения. Он довел здесь как бы вот эту тему опасности, тему страшного конца, который ожидает Израиль в Египте до последней точки. Вот уже они стоят при вратах ада, но теперь должен произойти поворот, так же точно, как поворот произошел в книге Истер, только там он произошел в результате того, что сама царица, как бы ловко используя свое влияние на царя, смогла изменить вектор. А здесь все будет совершенно иначе. Все будет происходить в результате молитвы. Появится еще один персонаж, некто Элиазар, о котором мы будем в следующий раз говорить, который произнесет очень знаковую молитву. И эта молитва, в частности, опять возвратит нас к теме отношения автора нашей книги к книге Истер. Это то, что мы будем читать впоследствии. Здесь мы поставим точку, да, мы, видимо, в следующий раз закончим чтение Третьей Маковейской книги. Нам остались только две главы. И я готов выслушать ваши вопросы и замечания. Пожалуйста. Есть ли вопросы и замечания? Народ, сейчас самое время спросить вопросы, стыковые имеются. Не знаю. Похоже, они от народов думают. Ну, хорошо. А вот Алекс, по-моему, руку поднимает. Алекс, вы хотите что-то сказать? Ну, может быть. Алекс, вы хотите что-то сказать? Вас не слышно, Алекс. Не знаю, молчит. Не знаю. Я руки не видел. Алекса что-то с микрофоном. Ну, у меня высвечивается. А, да-да-да. А, да? У меня высвечивается поднятая рука, но не знаю. Может быть, действительно что-то с микрофоном. Окей. Ну, в крайнем случае, в следующий раз или письменным образом. Хорошо. Если ни у кого тогда сейчас вопросов не возникло, то я благодарю всех за внимание и надеюсь, что и нас тоже посетит в ближайшее время избавление от той беды, в которой мы все сегодня находимся. надеюсь, что не только молитвой, но и силой духа нашего народа и нашими сыновьями, братьями, которые воюют и в каком-то смысле представляют собой то лучшее, что есть сегодня в народе Израиле. Спасибо большое. Окей. Ну, хорошо. Тогда мы на этом заканчиваем. Правильно? Завершаем. Продолжение следует...